Всем привет, ребята, и добро пожаловать на мой канал. Это уже третья часть видео Back to School с канцелярией. И сегодня я приехала в самый такой мой любимый, наверное, магазин. Это Ашан. Но вот последние годы цены меня там не особо радуют, поэтому я начала искать что-то другое. Сегодня мы узнаем, посмотрим, какой там ассортимент. Расскажу вам об актуальных ценах, и, возможно, я даже себе там что-то и куплю. Приехала я, кстати, прям под самое-самое открытие в полдевятого, в надежде, что там не будет кучи народу. А вот и Ашанчик. Почему-то людей в нем уже очень много. Ну ладно. Мы всегда начинаем с самых простых зеленых тетрадок. Здесь они стоят 5 рублей. Это пока самый дешевый вариант, который я находила. Это база. Огромный стенд уже ярких, но тоже тонких тетрадок с твердой обложкой, которые вот я люблю. Мне очень приглянулся вот такой вот милый вариант. в клетку и в линейку. Из самых стандартных мне нравятся такие. Я их покупала даже в прошлом году, но вот такого цвета не было. Плотная обложка, очень приятная. Что самое прикольное, внутри они расчерчены не синим, а сереньким. Мне понравились вот эти вот цветные тетрадки. Они тоже недорогие, и у них прикольная обложка. Мне кажется, Ашан славится своими предметными тетрадями, и в этом году у меня действительно есть на что посмотреть. Итак, наша первая серия тетрадок. Они безумно качественные, лаковые, с твердой, плотной обложкой. Мне нравится серия. Она вроде бы такая и яркая, но при этом и минималистичная. Точную цену я пока не нашла здесь. Если он стоит не больше 70 рублей за штуку, то это прям хорошо. Тетрадки нынче не дешевые. Следующая серия. Даже такая полезная информация, она отличается от той, которая бывает обычно в таких тетрадях. Тетрадки 48 листов. Мне очень нравится, что есть классные яркие варианты. Я бы сказала, более-менее бюджетные. И последняя серия предметов тетрадей очень необычная. Она с крокодильщиками. Здесь даже обложка с текстурой кожи крокодила. Они прям максимально яркие, поднимают настроение. То, что нужно, если вы хотите выделяться. Еще вот такие вот 24 листа. Относим их к тоненьким тетрадям. Почему не было таких, когда я была помладше? Вот это вот ближе к моей эстетике, знаете. Иногда по настроению яркое я тоже не обхожу стороной. Охрана, отмена. Чуть подальше я нашла еще столько классных предметных тетрадей. Я думаю, многие помнят несколько лет назад это было прям настолько популярная тема. Только самые крутые были такие тетради. Потому что они привозились в основном из-за границы. И стоит чуть дешевле предыдущие. Ну и конечно здесь есть просто толстые тетради 48 листов с классными обложками. Картонные обложки для тетрадей на кольцах. Где можно легко вынимать исты и добавлять их в любом месте. И еще совсем недорогие стаканчики для канцелярии. Из пеналов мне понравились только вот такие вот глянцевые. Есть в разных цветах и стоят недорого. Я нашла свои ручки за 2 рубля, которые уже стоят 3 рубля. Ну ладно. Для тех, кто много пишет и кому не особо важно, как выглядят ручки, я думаю, вам суда. Мне же понравились вот такие вот разноцветные ручки. Выглядит тоже очень классно. И пишут наверняка очень тонко. Да, я такое люблю. Казалось бы, простые, но тоже выглядят гораздо интереснее обычно синих. Вот он, тяжелый люкс. Очень милые эластики в таких контейнерах. Последние 2 года из карандашей я даю предпочтение только механическим, так как они никогда не ломаются. Не надо точить, они всегда тонкие. Я всегда пользуюсь вот такой вот замазкой. С таким вот наконечником. Но кому нравятся ленточные корректоры, тут есть очень красивые. Обычные карандаши. Возможно, не самая практичная, но красивая точилка. Еще больше ластиков. То ли я уже привыкла к таким ценам, но мне кажется, что в этом году не все так плохо. И уже финально, что я купила на свой 11 класс, вы увидите в следующем видео. Если вы ждете, чтобы я поехала еще в какой-нибудь магазин, напишите просто об этом в комментариях. На самом деле была ваша Антоняшка. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok